Компания Arturia выпустила уменьшенную версию своей драм-машины DrumBrute и назвала ее DrumBrute Impact. Стоит заметить, что эта модель стала компактнее, дешевле, но фактически не уступает по функционалу своему старшему брату. Вы на канале Musician.ua, в кадре Игорь Чили и DrumBrute Impact. DrumBrute Impact продается вот в такой вот коробке с ручкой, что весьма удобно, если вы еще не разжились с чехлом для драм-машины. Драм-машина поставляется с блоком питания и переходниками на любой тип розетки, также в наличии инструкция. На задней панели расположены выход на наушники, общий выход, 4 индивидуальных выхода, бочки, малого барабана, хай-хетов и FM-барабана. Стоит заметить, что при подключении этих выходов эти инструменты извлекаются из общего микса. Также здесь есть порты синхронизации внешнего клока, миди-вход, миди-выход, USB, гнездо блока питания и, собственно, кнопка питания. На передней панели у нас 8 пэдов сгруппированных, 8 столбиков, но при этом 10 звуков. И это бочка. Два малых барабана, они же снейры. Два тома. Пэд 1, но кнопка Type позволяет нам переключаться между томами. Тарелка и Cowbell, также пэд 1, но есть возможность переключаться между тарелкой и каубелом. Хай-хеты, открыты-закрыты. И FM-барабан. Над каждым пэдом имеется индивидуальный регулятор громкости, а над этими крутилками расположились регуляторы изменения таких параметров, как дикей, тоун, питч и другие, в зависимости от инструмента. Так, например, у бочки есть дикей и питч. У малого барабана можно регулировать его дикей и тон. У второго снейра также есть дикей и тон, но здесь тон больше напоминает фильтр. Далее идут томы. Напомню, переключаться между ними можно кнопкой Type, а из регуляторов только высота тона и, собственно, громкость. Следующий пэд отвечает за тарелку и каубел, но стоит заметить, что параметр дикей возможно изменить только на тарелке, что, собственно, и видно по надписи Symbol Decay. Следующий два пэда это закрытый и открытый хэт, в закрытом хэте можно регулировать тон, а в открытом дикей. Теперь обратим внимание на пунктирную линию между закрытым и открытым хэтом. Она означает, что пусть эти два пэда и расположены по отдельности, но все же инструмент это один. Поэтому при нажатии по пэду открытого хэта и последующем нажатии по пэду закрытого, открытый хэт перестает звучать. Это как на настоящих, на акустических барабанах. Особое внимание достоин последний инструмент FM барабан. Это аналоговый синтезатор, который генерирует звук по принципу FM синтеза. Из изменяемых параметров у нас есть громкость, несущая частота, модулирующая частота, крутилка количеством модуляций и крутилка дикей. Этот FM драм это фактически самостоятельная возможность создавать дополнительные звуки барабанов, перкуссии и не только. Кнопка Color позволяет нам изменять тембр любого из барабанов, причем настолько, что можно смело говорить о том, что она фактически добавляет еще один ряд пэдов с барабанами. Нажимаем Color, затем на пэд, который хотим изменить, например, кик. Отпускаем Color. И слышим, что бочка зазвучала как бы с драйвом. Аналогично проделываем и с остальными пэдами. Малый барабан становится более плотным. Второй малый начинает больше походить на клэп. А вот томам Color добавляет дикей, который есть в виде крутилки у других барабанов, но нету томов. В тарелке Color меняет тон. В закрытом хате меняется дикей. В открытом тон. Ну и пич для FM-барабана. Темп метронома отображается на экране в верхнем левом углу. Регулируется темп белой крутилкой под экраном. Под ней есть кнопка набивания собственного темпа. Далее громкость метронома и кнопка его активации. Drum Brute Impact имеет четыре способа синхронизации, которые переключаются соответствующей кнопкой. Первый способ – это внутренний метроном. Второй – синхронизация по USB, третий – по MIDI и четвертый – синхронизация по внешнему клоку. Данная драм-машина оснащена многофункциональным секвенсором. Нажимаем Step. Затем выбираем инструмент нажатием на Pad. Если хотим сделать это беззвучно, то нажимаем на Pad, предварительно зажав клавишу Shift. По традиции начнем с бочки. Создаем паттерн для нашей бочки, после чего нажимаем кнопку воспроизведения. Для остановки паттерна нажимаем Stop. Добавим рабочий барабан по аналогии с бочкой. Далее Head. И так далее. И так далее. На самой драм-машине мы видим 16 кнопок, которые называются шагами. Но по сути, как бы являются четырьмя группами по 4 шестнадцатые ноты. Благодаря одной кнопке со стрелками мы можем увеличивать эти 16 кнопок до 32, 48 и 64. Соседняя кнопка имеет обратную функцию. Иными словами, у нас есть возможность расширения нашего однотактового рисунка до 2, 3 и 4 тактового. Либо же мы можем расширить наши 16 шагов до 32, 48 и 64. Этот режим позволяет акцентировать ноты в нашем бите. Например, возьмем Head. Выбираем трек и видим все ноты хета. Они подсвечены синим. Затем нажатием выбираем те ноты, которые хотим акцентировать. Теперь обратим внимание на регулятор свинга. Он имеет два режима. Глобальный, то есть когда свинговаться начинает весь паттерн. И режим свингования одного из треков. Итак, запускаем наш трек и начинаем крутить ручку свинга. Как слышим, весь грув начал свинговаться. Для того, чтобы засвинговать одну определенную дорожку, нужно нажать Current Track. Затем выбираем нужную дорожку, пусть это будет Head. Включаем воспроизведение бита. А далее крутилочкой добавляем свинга Head. Данный регулятор добавляет в бит случайные события, то есть случайные удары. Причем, как и с ручкой свинга, это можно делать как на общую картину, так и на определенную дорожку. Будет очень полезным инструментом для тех, кто не является профессиональным барабанщиком, но хочет создавать интересные, не шаблонные биты. В драм-машине есть четыре режима. Это Step и Accent, о которых мы уже говорили. Pattern, где мы можем работать с нашими паттернами. Режим Bank, который позволяет нам переключаться между четырьмя банками по 64 паттерна. И режим Song, он позволяет нам хранить песни. Также секвенсор оснащен стандартными кнопками Erase, Copy и Save. Они позволяют удалять, копировать и сохранять как отдельные шаги и акценты, так и песни, банки и паттерны. Для активации режима следует нажать кнопку Shift и 16-й шаг. Теперь при помощи кнопки Last Step мы можем сделать любую дорожку разной длины. Например, нажимаем Last Step и пятую ступень. Дорожка хай-хета у нас теперь длиной 5 шагов. Забиваем любой рисунок. Теперь добавляем бочку, при этом делая эту дорожку в 4 шага. Уже получается полиритмия. А теперь добавим, например, малый барабан. Нажимаем Last Step и, например, 7. И пусть малый играет на третью и пятую. Получаем сумасшедший рисунок просто на ходу. Эти две кнопки – отличный инструмент для живых выступлений. Нажимаем кнопку Mute. Выбираем те барабаны, которые хотим замьютить. И теперь при последующем воспроизведении и нажатии этой кнопки в нашем бите будут пропадать эти звуки. Абсолютно так же работает кнопка Solo, только наоборот. Эти две кнопки значительно упрощают работу, поскольку можно включать-выключать целые группы инструментов, что было бы крайне неудобно при работе с ручками громкости. Данный режим активируется сенсорной полоской справа. Она разделена на 4 слота. Первые – это четвертные ноты, затем восьмые, шестнадцатые и тридцать вторые. При воспроизведении бита мы зажимаем любой из слотов и получаем зацикливание на длительности соответствующие слоту. Для активации режима нажимаем Shift и девятый шаг, затем нажимаем воспроизведение, зажимаем пэд инструмента, с которым хотим работать, после чего нажимаем на слоты сенсорной полоски. Слышно, что зацикливание происходит только с выбранным барабаном. Запись доступна в двух режимах – с квантизацией и без нее, и запускается через соответствующую кнопку. Запускаем метроном и наигрываем бит. Когда бит создан и мы хотим с ним поэкспериментировать, выключаем запись, продолжая работать в режиме Play. Активируется дисторшн соответствующей кнопкой, а уровень регулируется соответствующей крутилкой. Артурия Drum Good Impact – это драм-машина со следующим набором плюсов. Она компактная, автономная, содержит отличные аналоговые звуки и имеет потрясающий набор функций. К сожалению, есть один минус в виде отсутствия возможности записи эффектов. То есть при живом выступлении эффекты придется рулить самостоятельно и ручками. Тем не менее, это отличный вариант для работы, и если вы уже хотите приобрести этот мини-шедевр, то переходите по ссылке в описании. А с вами был Игорь Чилик, канал Musician.ua, компания Allegro Music и Drum Brute Impact. Ставьте лайки, колокольчики, подписки, все как обычно, а мы постараемся вам регулярно рассказывать о музыкальных инструментах и о новинках в мире музыки. Всем драм-брюд, пока! Субтитры сделал DimaTorzok